С приходом осени работы коммунальникам прибавилось. Здесь на помощь дворникам приходят городские жители. В этот раз за метлы, грабли и лопаты взялись 10 тысяч человек и 235 организаций. По программе уборка листвы и высадка деревьев темп на территории Бабруйской крепости задает градоначальник. Я надеюсь, что мы максимально, конечно, наведем порядок за эти субботники, потому что мы сегодня говорим не только про субботники, но и уборкой занимаемся и руководители предприятий и в течение недели. Поэтому, конечно, то, что не успеем убрать за предыдущую, следующую неделю, то, конечно, будем наводить порядок и в следующую субботу, а может быть и еще одну. Здесь же неподалеку, перед льдовой ареной, буквально на глазах выросла зеленая аллея. Сотрудники структурных подразделений госполкома и руководители организации высадили сотню саженцев граба. Опыт озеленения города есть уже у каждого, от рядового специалиста до начальника отдела. Правильно выкопать лунку, залить водой, посыпать чернозем, если земля неплодородная, правильно установить дерево, засыпать грунтом и полить. Главное, потом луночку еще сделать. Вот уже работаю 7 лет, это уже, наверное, может 30-й субботник. Все субботники присутствуют, всегда благоустраиваем, садим деревья, убираем наш город, чистим. Отличное настроение, прекрасная погода. Мы закладываем основу нашего будущего благополучия, нашей аллеи, на которой, я думаю, наши горожане, мы вместе с вами будем активно отдыхать в будущем. Возле дома Пауридского 137 тоже выросли деревья. В этом районе на благо города трудились депутаты. Кстати, 80 новых растений тут появились не случайно. Высадка деревьев послужила своего рода компенсацией. Во время строительства торгового центра достаточно много было возмущений, связанных с тем, что здесь вырубаются деревья. Поэтому мы решили с приглашением всех жителей этого дома, чтобы действительно еще дополнительно высадить здесь деревья. В том числе, кстати, за счет тех компенсационных выплат, которые были осуществлены непосредственно подрядчиком, то есть не подрядчиком, а хозяином этого строительства. Вместе с соседями в марафоне чистоты приняла участие Юлия Борисик. Чемпионка Европы и мира по самбо убеждена – внести свою лепту в общее дело должен каждый. Особенно, когда речь идет о виде из окна собственного дома. Теперь прогулки с детьми станут еще приятней и полезней. Здесь и так, в принципе, природа хорошая. Но пустырь этот ни к селу, ни к городу, скажем так. И очень здорово, что городская организация решила устроить этот субботник, что объединить всех жителей этого дома, плюс, скажем так, депутаты, директора и все остальные. То есть ближе к народу лучше дело. Разросся парк семейных деревьев и в седьмом микрорайоне. Причем с лопатами вышли не только жильцы, но и учащиеся колледжи, члены БРСМ и сотрудники предприятий. А это значит, что в выходные наш город стал еще красивее и чище. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Владимир Гребеневич, Бобруйск-360.